Всем привет! Сегодня я затрону очень болезненную тему для большинства игроков, которые больше горлопанят, нежели что-то делают по существу. В сообществе БФ очень не любят снайперов, это ни для кого не секрет. Считают их крысами, кукариконами и так далее. И знаете, я вам как снайпер говорю, они правы на 60 где-то процентов. Ведь если вы играете за дальнобойного снайпера, то по факту вы ничем не помогаете команде. Я понимаю, когда в команде таких 2-3 человека максимум. Они особо ничем не помогают, но и борозды не портят. Даже может кого-то убивают. Если команда в целом сильная, то отсутствие пары человек это не проблема. Даже пол команды может заниматься разной фигней на карте, скилл оставшихся вытащит. Теперь посмотрим с другой стороны на данную ситуацию. Если снайпер играет агрессивно, тащит катки, мало умирает, думает головой и так далее, в общем он влажная цель на карте, то его называют читером. И по всякому гонят на него, инициируют разные голосовалки, чтобы кикнуть или забанить. Такая игровая проституция. Сидишь крысой, решаешь вопросы на карте, читак. А теперь вот всем этим людям, которые занимаются торговлей своим мнением, я скажу. Почему-то вы, а может быть и ты, горлопанищее существо, петух в год петуха, который кукарекает на снайперов, не кидает боеприпасы, не поднимает на поле боя убитых, не имеет ремонтного инструмента, играя в танки. Сколько примеров из своего опыта я могу рассказать про таких петушков. Вы не захватываете точки, вы сидите на одной, на такой, как точка С на курортах Хайнань, и вам больше ничего не надо. У вас захватят все точки, но вы с упорством баранов будете сидеть на данной точке и ждать соперника. Вы дети метро, на карте, где фугасы решают, где особо думать не надо. Есть направление прямо, вот прямо и бегу, бежать отсюда и до обеда. Не надо бегать, не надо захватывать точки, суетиться, ты просто сидишь на Б и ждешь команду, обильно закидывая ее гранатами, фугасами, С4, РПГ, а еще лучше дробошами с игольчатыми. Вы настолько запетушились, что у вас нет аптечки или дефибриллятора, чтобы поднять на открытой карте, зато у вас есть фугас, который вы не меняете с тех пор, как играли на метро. Потому что играете в одно метро и операция в заперти. Вы никогда не кинете патронов, хотя вокруг вас будут бегать 5 человек с запросами на патроны. Вы просто побежите дальше. Леже нажать одну кнопку, мало того, что порадовать всех игроков, так еще и получить патроны, точнее помочь, получить очки. Вы просто убежите дальше. У вас стингер против танка, РПГ против вертолета, вы элементарно на технике не умеете агрессивно играть, зенитка на респе, танк у крайних точек и вдобавок кукариконы, лежащие на респе, фулл хаус. Я вас поздравляю, вы те люди, которые стоя на респе будете кричать, снайперы портят всю игру, вот они лежат, они во всем виноваты, постоюкая в танке на респе. А еще есть люди, которые играют только на закрытых картах, на двух похожих, метро и в заперти, а потом заливают на юпоп тысячи роликов, как они затащили в коридоре 2х2 метра, когда каждый стоит жопа к жопе. Да, я понимаю, красивые моменты есть у каждого, но делать тысячу роликов про одно метро или про одну операцию в заперти, это глупо. Так что меньше пафоса и понтов, друзья. И напоследок скажу, что почему-то забугорные игроки с большим уважением относятся к командной игре, кинут патроны, поднимут на поле боя, если это реально. Я обратил внимание, что у них не так выявлено вот это вот чувство исконно СНГшной быдлятины, типа я главный, я царь здесь, я сказал, как я сказал, так все и сделают. Они могут материться, посылать всех куда подальше, но кинут патроны, кинут аптечку. И я говорю всем тем СНГ игрокам спасибо, которые даже в любой ситуации ведут себя адекватно. Кидают патроны, рисуют на поле боя, стараются играть с квадом. А то, что они пригорают или матерятся и тому подобное, это обычное дело. Каждый может сгореть по разным причинам. Всем спасибо, хороших вам сквадов, умных игроков. До новых встреч.